Песня «Святая церковь» Песня «Святой России» Песня «Святая церковь» 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 святой, который сейчас захватили магометями. И вот именно это все послужило тем, что князь Владимир и сам принял крещение. И весь наш народ, Киевская Россия, крестил вода Днепра. Это было неогновенное событие. Пришли, первый был епископ Михаил Киевский, и с ним пришло множество священников, и крестили все и князья, и простой народ в водах Днепра. С этого момента начинается история нашего государства, которое мы называем Святой Грусью. Благодаря крещению сам князь Владимир из злобного, голарного, язычника превратился в истинного христианина, который стал строить храм Божий, который стал питать нищих, помогать больным. И он полностью поменял свою жизнь, полностью поменял свое отношение к людям. И за это народ по своей любви назвал его Красное Солнышко. Князь Владимир сделал большое дело. Он объединил перед Святым Крещением все русские земли в одно государство. И когда Святая Грусь приняла Крещение, то она тут же стала родной всем православным государствам, которые были в православном мире. Те государства, которые окружали Святую Грусь, начали с ней рассчитаться, потому что понимали, что теперь наш народ не убуевает язычеством, а служит истинному Богу и являются православными христианами. С Крещением в Руси все у нас поменялось. Это переломный этап жизни нашего народа и нашего государства. С этого момента полностью к нам приходит все то богословие, которое было накоплено тысячелетней историей Вселенской православной церкви. К нам приходит вся та мысль культурная, и все это выливается, воплощается через храмостроение, через церковное искусство или иконопись. И все это выливается в то, что наш народ начинает по-другому жить. Наш народ настолько принял веру православную, что то все, что было написано в Евангелии, он принял как неусвоимую истину. И первые сыновья, мученики князя Владимира, Борис и Греб, приняли мученическую кончину. Вместо того, чтобы поднять руку на своего брата, они лучше пострадали за его. К нам на Русь приходит монашество Антоний и Феодосий, первые иноки, которые основали тот монастырь, Успенский Киево-Печерской лавры, который мы очень любим посещать. Вот эти все пещеры дальние, ближние, там находятся мощи всех тех подвижников, благодаря которым монастырь распространилось на всю нашу землю и стало оплотом православия. Всегда монастыри были светом, которые просвещали те все находящиеся близ монастырей, города и селения. Все то прекрасное, что было в нашем государстве, все эти победы, все эти достижения, все это было достигаемо, воудушевляемо нашей православной веры, благодаря крещению, которое приняло Русь. И все эти бедствия и неусходы, которые претерпела святая Русь, были переносимы и укрепляемы верою. Наш народ был укрепляемый, перенесение всех этих скорбей. И результатом вот этого крещения Руси явилось сон множества святых, которые за всю историю нашего народа, нашего государства, которые воссияли и являются для нас примером для подражания. А если первая христианская церковь великое мучение пережила в начале своего бытия, то русская православная церковь в 20 веке претерпела огромные испытания и явила великий сон мучеников за Христа. И мы сегодня, в этот день, прославляем великого князя Владимира мудрого за его труд. А ведь не просто было ему, даже как правителю, принять такое решение и повести за собой весь здоровье. Но он, используя все свои данные, смог крестить всю святую жизнь. И мы сегодня его называем равноапостольным, потому что вместе с Андреем Первославным, они, стало возможно, наша жизнь в Святой Православной Церкви. В 14-м веке и в 15-м, когда падает Константинополь, когда падает Византия и приходит в упадок и полностью исчезает с лица земли, наша церковь, наша православная церковь, Церковь Православная становится одной из основных на арене Вселенского Православия. Благодаря этому наша Церковь самая многочисленная из всех поместных церквей. И это все, конечно, тоже благодаря тому, что мы приняли в себе. Сейчас, нам кажется, как народ, наш народ, тот, который жил в тех землях, где мы сейчас с вами живем, мог жить без веры в православном язычестве. Кажется, что наша православная вера, она нам настолько родная, что мы бы, как народ, не смогли без нее существовать. И мы сегодня благодарим Господа Бога, что уже 1031 год, что мы, наш народ, находимся в лоне Святого Вселенского Православия, благодаря трудам Святого Равнопостока, князя Владимира. Всех вас поздравляем с праздником Крещения Руси, с праздником Всеворома, на посту на великую князя Владимира. И сейчас идет много мероприятий. Вчера был крестный, были крестные хода в Москве, в Киеве. Собралось множество архиереев. Сегодня у нас тоже крестный ход будет к Николаю Кресту, от храма к морю. Сегодня с 15 до 22 молодежные мероприятия роду Александра Редневского Собора. Для всех в своем нашем поселении мы пытаемся, чтобы все каким-то образом приблизились к Святому Православию. И на нас лежит огромная ответственность. В 1031 год хранили наши предки веру православную. Страдали за нее. Хранили ее. И вот мы с вами должны эту веру как драгоценные камни, как неоценимые сокровища, бесценные, передать последующим поколениям. Наша проповедь не только в слове. Наша проповедь не только в том, что мы научим своих детей, крестников и тех людей, которые рядом с нами в мире православных. Наша проповедь в нашей жизни. Вот как поменялся князь Владимир, так и мы должны сиять в своей жизни для тех людей, которые находятся далеко еще от нашей православной веры. Или только считают себя православными, но таковыми не являются. Господь сказал, не все, называющие себя Израиль, от Израиля. И мы должны быть тою солью, которая должна вот это общество, которое со всех сторон предается гниению. Мы, как соль земли, должны нести нашу православную веру и переквашивать это общество, осаливать его своей добрую жизнью, своим словом, своим поведением. Мы должны в чистоте передать последующим поколениям веру православную. Помогай нам это, Господи. Пусть Господь хранит веру православную на многие, многие века в нашем народе, в нашем государстве. Всех именинников поздравляю. С Днем Ангелом Желаю спасения и многое и многое века. Многое века, многое века, многое века. хватит. С Днем